Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводят третий год подряд. Он зародился в годы пандемии, но быстро завоевал популярность. Сегодня это самый масштабный детский конкурс, цель которого – раскрыть таланты и неординарные способности школьников и студентов. Если бы вы были рядом, я бы, собственно, вас обнял и расцеловал. Спасибо вашим родителям, преподавателям и вам всего самого-самого доброго. Принять участие в конкурсе решили несколько ребят из Алтайского края. В том числе две барнаульские семиклассницы – Арина и Софья. Последняя уже пыталась покорить «Большую перемену». В прошлом году мне до финала не хватило буквально 12 баллов. Я решила не останавливаться и дойти до конца. И поэтому в этом году я начала более раньше проходить игру, старалась, выполняла все задания и у меня, в принципе, получилось. Состязания проходили по 12 разным номинациям – от науки до искусства. Софья любит путешествовать и остановилась на вызове о географии в России. Она придумала квест о загадках и тайнах Алтайского края, а также подготовила видеоэкскурсию по родному региону. Выбор Арины же полно вызов помни. Она сняла видео о доме горного инженера Петра Фролова и разработала герб своей собственной семьи. Начальные задания школьницы выполнили, а дальше их уже ждали финальные испытания на базе Международного детского центра «Артек». Мы представили проект «Развитие планеты юность в течение пяти лет». В ходе проекта мы рассказывали о том, какие здания построили на шести основных полях планеты юность, о конституции, гербе и ценностях этой планеты. От Алтайского края в финал прошли пять человек, в том числе Софья Потапова и Арина Трушникова. Последним удалось войти и в число победителей конкурса. Из почти четырех миллионов участников в лидеры выбилось лишь 150 человек. По словам девчонок, большую роль в их победе сыграли наставники. Его по условиям конкурса закрепляют за каждым участником. У Арины кураторами стали ее же родители, а у Софьи – учитель географии из ее родной школы. Сидим, лежим ночью и переписываемся. А вот это, вот это может быть сделать. Ну, то есть, такая вот работа. Поэтому нехватка времени, наверное, основная проблема. Ну и, конечно, попасть в точку. А то, что Соня, ну, здесь у меня никаких, я говорю, таких проблем не было, потому что ребенок целеустремленный, это самое главное, и трудолюбивый. Наградой за победу станут две поездки. Школьница отправится в путешествие мечты. Его путь пролегает через всю страну – от Санкт-Петербурга до Владивостока. И в тур по малой родине. Его маршрут еще неизвестен. В общей сложности девчонки из Барнула посетят 12 городов России и побывают на озере Байкал. Ольга Иванова, Александр Антропов. День с толком.